Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Мобильные группы управления муниципального контроля на службе в городе-курорте. Анапа готовится к курортному сезону. Чем привлекает южный город гостей? Стоп, нелегалы. В Анапе прошла краевая профилактическая проверка по незаконным перевозчикам такси. Связь поколений. Встреча с ветеранами прошла в школе номер 7. Кто в Анапе всех милее? Подведены итоги конкурса «Мисс Студенчество». В городе проходят плановые работы по замене труб на теплотрассах. Временное ограничение подачи горячей воды в дома и квартиры анапчан вынужденное и связано с плановыми работами. Ограничение подачи воды в городе – временная и вынужденная мера. Идет плановая замена ветхих участков теплотрассы. 650 метров старых стальных труб меняют на пенополиуретановые. Срок эксплуатации их до 15 лет и специалисты называют материал энергоэффективным. Трубы не требуют дополнительной теплоизоляции. Согласно правилам потребления и эксплуатации тепловых и энергоустановок, котельные остановились с 12 по 27 число. С 28 мая подача горячего водоснабжения будет восстановлена на все объекты города-курорта Анапы. Работа проводится ежегодно, обязательно опрессовка и промывка тепловых сетей. От этого никуда не деться. Ежегодно мы это проводим, и не только мы, а проводим все управляющие компании, ТСЖ и частные дома. Благодаря решению администрации города специалистам предприятия теплоэнерго дано разрешение на разрытие и прокладку труб в городе при условии сжатых сроков работы. До 28 мая все работы завершат, и вода в полном объеме поступит в дома и квартиры анапчан. Работы плановые и ведутся в Анапе на старых участках теплотрасс, требующих замены. И это первый шаг в подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов. Последние штрихи в подготовке к курортному сезону. Благоустройство, ремонт и озеленение на завершающих этапах. Официально курортный сезон еще не начался, а гости уже приехали на отдых и оздоровление. Алина Гумерова узнала, что привлекает отдыхающих в Анапе. Работы по благоустройству Анапской набережной почти выполнены. Ухоженные клумбы и цветники. Новые растения совсем недавно высадили специалисты зеленстроя. Яркие островки радуют и поднимают настроение жителями-гостям курорта. Так же, как и цветочные фигуры. Например, обновленная конструкция корабля с декоративной газонной травой и цветами. Некоторые архитектурные формы полностью еще не готовы, нуждаются в доработке. В Анапе поставили больше лавочек. На улицах и на набережной с каждым днем становится уютнее и красивее. Летний сезон еще не начался, но в городе уже много отдыхающих, и люди довольны тем, как их встретил курорт. Чистый, комфортный, красивый городишко. Третий год здесь уже отдыхаем, поэтому Анапа. Мы в прошлом году были здесь, и теперь опять нам очень понравилось. Чистый город, красиво все. Очень нас порадовало, что чистый город. Мы приехали из Челябинска, с Урала. Тут больно, ветер еще сильный, а так замечательно. И уже поплавали, и позагорали. И все, приедем. Город прекрасный очень. Чистый, и вода чистая, и вообще сам город очень чистый. Больше всего это восхищает. Вот за границей не сравните. Так что ребята едут сюда отдыхать. На набережной Паралии, главной достопримечательности села Витязева, тоже кипит работа по подготовке к сезону. Скапывают, готовят землю для посадки новых деревьев и кустарников. Благоустраивают территорию, достраивают все объекты. До начала лета осталось совсем немного. 14 июня официальное открытие курортного сезона в Анапе. Остались последние штрихи, и наш город будет готов принять на отдых миллионы гостей. Два раза в неделю специалисты администрации города-курорта совместно с сотрудниками департамента транспорта Краснодарского края, полиции и инспекторами налоговой службы проводят рейды по пресечению перевозки пассажиров нелегальным легковым такси. Полицейские останавливают таксистов-нарушителей, напоминают и привлекают к ответственности. Нарушители правил перевозки пассажиров, проще говоря, бомбилы, ездят без лицензии и разрешения, выданного в Краевом департаменте транспорта. Автомобили серых извозчиков без опознавательных знаков на бортах и крыше. В салоне, как правило, нет информации о водителях и тарифах. Специальное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров также должно храниться в салоне автомобиля. Пассажиры и уполномоченные лица вправе требовать от водителя их предъявить. Кроме того, машина такси должна быть оборудована специальным сигнальным фонарем и цветографическими схемами. У остановленного таксиста от фирмы «Сатурн» документов при себе не оказалось. На перевозку людей нужно специальное разрешение. У вас оно имеется? У фирмы имеется. Нет, там разрешение. Разрешение выдается на транспорт, на высочник. Разрешение выдается именно на конкретный автомобиль. Ну, это руководство можно послужить, потому что они как-то решили. Ну, вам надо прозвонить, и мы составим на вас протокольчик, то, что вы почитаете перевозку людей, пассажиров без разрешающих документов. Такое незаконное предпринимательство негативно сказывается на качестве обслуживания населения и на репутацию города, вызывает массу нареканий со стороны жителей и гостей курорта. Хотелось бы обратиться к руководителям фирм такси об усилении контроля с их стороны за тем транспортным средством, которое они привлекают на перевозку пассажиров. На таксистов-нарушителей сотрудники полиции составляют административный протокол. Автомобили арестовывают и увозят на специализированную штрафстоянку до вынесения решения судом, вплоть до конфискации транспортного средства. И к другим темам. Специалисты новой службы муниципального контроля продолжают работу в Анапе. Оперативные группы обследовали Пионерский проспект и город на очереди сельские территории. Более подробно о том, что проверяют и какие результаты фиксируют, расскажем прямо сейчас. 98 объектов самовольного строительства, из которых 69 капитальных и 27 некапитальных, выявлены на территории Анапы и Анапского района. Цифры на планерном совещании озвучил исполняющий обязанности начальника управления муниципального контроля Кирилл Бережной. Борьбу с самовольным строительством ведут строго в рамках закона. Специалисты администрации подают заявление в суды о сносе незаконно возведенных объектов. В настоящий момент общее количество гражданских дел основных самовольного взведенных объектов, находящихся на рассмотрении судов, составляет 71 дел. Из них по многоквартирным жилым домам 16, из которых по демонтажению капитальных объектов 18, из которых по признанию правил собственности на самовольного взведенных объектов 12, из которых один многоквартирный жилой дом. Обновленный список самостроев, а также информация о принимаемых городскими властями мерах в отношении застройщиков-нарушителей находится в открытом доступе на официальном сайте администрации. За 4 месяца этого года демонтированы 23 некапитальных объекта. В суды передано 8 исковых заявлений об освобождении ливневого канала Витязевского лимана путем сноса возведенных на нем капитальных строений, по 7 из которых требования администрации удовлетворены. Одно находится на рассмотрении в суде. Для улучшения качества работы с 5 мая 2014 года начал работу сформированный в составе управления отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства начальника отдела Вартиваняна Артур Валерьевич. На базе отдела обеспечения соблюдения правил благоустройства формируется сей мобильный друг, каждый из которых закрепляется за определенной территорией. За самостроями организуют и народный контроль. Сейчас система проходит тестирование. Через 10 дней она будет доступна каждому анапчанину, имеющему доступ в интернет. Алгоритм работы новой системы прост. На официальном сайте будет размещен баннер «Народный контроль за самовольным строительством», кликая на который, пользователь попадет в специальный раздел. На интерактивной карте пользователь сети интернет может добавить адрес здания, которое вызывает у него подозрения. Информацию получат в управлении муниципального контроля и включат объект в план проверки. Результаты также будут размещены на сайте. Продолжаем выпуск. Поклонимся великим тем годам в честь павших в Великой Отечественной войне. Под таким названием в школе номер 7 прошел патриотический концерт. На встречи школьников и ветеранов побывала наша съемочная группа. Ребята старших классов подготовили патриотическую концертную программу. Показали в постановке, как началась война и ход боевых действий. Как получали родственники редкие письма от выживших на войне. И не хотели верить похоронкам, переживая боль и горечь от потери близких. Прервав проклятие, что вырвались у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья. И как же не лишиться ей рассудка? Все понял. Понял все, малю. Слезь, мамочка, меня! Не надо умирать! На мероприятие пригласили ветерана Великой Отечественной войны и труда Кузьму Лесникова. Всю войну Кузьма Григорьевич служил в танковых войсках. Школьникам рассказал о поступлении на учебу, экзаменах и как планы на будущее и в целом на жизнь прервала война. Вот экзамен мы сдаем с 17, 18, 19 июня. А сдать, который на фельдшер я учился, сдавать экзамен, надо было ехать обратно. Значит, в своем месте. Значит, сказали завтра, 20 часа мне сказали, завтра 21-го встанете, значит, возьмете направление обратно, два из двух лет, так сказать, поедете сдадите, а тогда приедете, чтобы учиться в военную школу. 22-го числа встаем, объявляет война, и кто-нибудь туда не едет, становить в строй и в лагеря, и учиться на торжество. Вот так моя началась военная жизнь. Несмотря на все пережитые трудности и утраты, Кузьма Григорьевич сохраняет бодрость духа и демонстрирует молодежи образец мужества и чести. Ведь раны войны – это те люди, на которых можно и нужно равняться подрастающему поколению. В Центре культуры Родина прошел традиционный ежегодный конкурс «Мисс Студенчество Анапы-2014». Шесть самых красивых, талантливых представительниц высших и среднеспециальных учебных заведений соревновались за титул «Мисс Студенчество». Зал полный. Зрители в предвкушении яркого шоу в царстве красоты и молодости. Традиционный первый тур «Визитная карточка». За пару минут девушки рассказали о себе в стихотворениях и даже песнях. «Президентка не одна, каждая так хороша. Я с Востоком всем скажу, я же миссер ГСУ». Второй конкурс – презентация будущих профессий красавиц. Главные роли девушки сыграли как настоящие актрисы. Оценивало выступление самых талантливых студенток компетентное жюри. Девять конкурсанток представили высшие и среднеспециальные учебные заведения Анапы. И только шесть боролись за корону победительницы. Трое сошли с дистанции до финала. Месяц назад участницы выложили свои характеристики фотографий в интернете. И месяц шло голосование. После этого уже неделю назад были выбраны. И уже шла подготовка непосредственно здесь, на сцене мероприятия. Девушки удивили зрителей в творческом конкурсе. Евгения Чернышева танцевала и одновременно рисовала. Кристина Денисова показала световое шоу, сорвав овации. Кристина сразила всех своей улыбкой и обаянием. И в результате завоевала титул победительницы конкурса в номинации «Зрительские симпатии». Самое главное, мне кажется, это участие, а не победа. В заключительном конкурсе студентки дефилировали в платьях, сделанных своими руками из подручных материалов. Догадаться о том, что это проволока, картон, полиэстер или обои, можно только близко и пристально рассмотрев наряд. Произведение кутюрье, ручной работы, сложные и трансформируемые. Долгожданное подведение итогов. Зал замер. Мисс студенчества 2014 года. Анжелика Мативосян. Поет в ансамбле «Надежда России». Студентка второго курса Российского государственного социального университета. Будущая профессия – программист. Главная ценность для Анжелики – семья. Считает ее победа в конкурсе заслуга всей команды. Мне помогали весь Аргусту, все мои друзья, родители, парень. Все меня поддерживали. Самое главное, без поддержки у меня бы не получилось. Помогали с творческими номерами, с визиткой. Без них бы у меня ничего не получилось. Девушки принимали подарки и поздравления. Дело время и не теряя ни минуты, побежали готовиться. Кто-то к следующему конкурсу красоты, а кто-то к очередной сессии. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в апрель. Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В четверг, 15 мая, в Анапе будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 18-21 градуса по Цельсию, ночью прохладнее до плюс 14. Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 16 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин